Всем привет! С вами Эгер на канале HomeAid и сегодня мы с вами будем подключать аналоговый датчик звука к Ардуино. Поехали! Итак, в подключении нет особо ничего сложного. В датчике, в моем варианте, здесь три контакта, а бывают еще датчики, в которых четыре контакта. Как подключаться до четырехконтакта, я не подскажу, потому что у меня просто их нет в наличии. Также нам понадобится три проводка и Ардуино. Любая Ардуино, которая у вас есть под рукой. Подключаем наши контакты. Здесь контакт Ground, он подписан, подключаем его к земле. VCC подключаем к питанию, 5 вольт. И Out, то есть выход. Мы подключаем к любому аналоговому пину на Ардуино. Я подключу его к седьмому пину. На датчике находится микрофон, который вылавливает звук, усилитель и также регулятор, который мы можем регулировать чувствительность нашего датчика. То есть берем отвертку и регулируем. Но это уже по ходу будете сами регулировать, какую вам чувствительность нужно. Далее переходим в Ардуино ИТЕ и пишем здесь очень простой скетч. Вначале мы инициализируем переменную статус ламп в тип boolean, то есть у нее значение либо true, либо false. И этой переменной мы будем определять, светодиод будет у нас включен или выключен. В основном цикле программы определяем выход на светодиод, то есть мы будем при помощи этого датчика звука регулировать светодиодом. Либо он будет включен, либо выключен. Вот светодиод, который мы подключим. Пин, с которым мы будем получать значение, то есть у нас А7, к которому подключен датчик. Так, состояние пина у нас изначально будет выключено и включаем Serial. Дальше в основном цикле программы мы просто считываем значение с аналогового входа, с А7. И смотрим, если значение больше 60, значит был какой-то шум. И тогда, значит, выполняем какое-то действие. Мы меняем значение переменной на противоположной, то есть либо true, либо false. И соответствующее значение записываем в наш пин 13, то есть светодиод, либо зажигаем, либо его гасим. И делаем небольшую задержку, так сказать, от дребезга хлопков. Но эти все переменные, вот этот 20 и 60, вам нужно подбирать самому. Потому что вот так как есть, например, если здесь оставить 20, то иногда на хлопок срабатывает дважды. Поэтому нужно будет подстраивать вам свой скетч, свою программу под себя. Итак, включаем. Как вы видите, светодиод не горит. Так, вот, загорелся, потому что я подвинул. Давайте я хлопну. Потух. На слабые хлопки не реагируют через раз. Кстати, видите, на голос он тоже пытается реагировать, поэтому учтите, что звук, это и есть звук, независимо от того, вы говорите что-то или вы хлопаете в ладоши. Поэтому работает. Вы можете выставлять чувствительность при помощи вот этого резистора. А также можете открыть сериал-порт, и вы видите, там бегут текущие значения, если мы остановим, в районе 30. Но если мы сделаем хлопок... Так, давайте попробуем найти, где тут у нас хлопок был. Вот, и вы видите, что значение подключило, подскочило до максимума. Поэтому здесь вместо 60 можете поставить, например, 800. И тогда на голос не будет реакции, но будет реакция только на хлопок. Проверим сейчас. Раз, 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 раз. Ну вот, практически не реагирует. Раз, раз. На очень высокие звуки все-таки реакция есть. Но если говорить тише, то реакции нет. Хлопки. На тихие хлопки нет реакции. На громкие хлопки реакция есть. Но, как видите, на хлопок светодиод тоже срабатывает через раз. Поэтому вы можете поставить здесь задержку больше, чтобы произошла реакция и не было повторной реакции на хлопок. Например, на эхо или еще на что-то. Давайте попробуем здесь поставить не 20, а допустим 60. Итак, пробуем. Как вы видите, идет четкое срабатывание. Без дребезга. Поэтому это все можно настроить. Датчик звука прикольная вещь. Можно настроить включение-выключение света. Например, двумя хлопками. И свет включился. Свет выключился. Или любое другое устройство, любое другое действие. Например, там, знаю, сигнализацию сделать. Шум появился в помещении. Ага, значит там кто-то есть уже. В общем, делайте свои проекты. Пусть они будут классные и интересные. Поставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.